Ну, я уверен, что с понятием множества, вот, каждый здесь присутствующий встречался, и у каждого есть свое представление о том, что такое множество. И вообще сейчас там матанализ, вообще начинают там серьезное изучение тематики, всегда там базовые понятия из теории множества. Так? Да? Что такое множество? Вот так, словами сказать. Набор элементов. Да, действительно, вот некий набор элементов или совокупность элементов. То есть мы себе представляем, вот элементы, вот они образуют совокупность, вот множество. В принципе, это понятие фундаментальное в математике, то есть оно не выводится из других понятий, но наоборот. Другие понятия вообще все, мы увидим, что все там, натуральные, действительные числа, весь матанализ, он растет из теории множества. Он выводится из понятия множества. Но если это фундаментальное понятие, мы его не можем определить, мы его можем аксиоматизировать, изучить. То есть сказать, вот множество, это такая штука, да, чтобы с ним формально работать, которая обладает такими-то, такими-то, такими-то свойствами. Вот. Но, в общем-то, как только мы начинаем это изучать глубже, оказывается, что все не так-то просто. И с набором элементов, там, есть еще такой вариант, там, совокупность элементов, обладающих каким-то свойством, да, относительно которого мы можем понять, принадлежит элемент или не принадлежит множеству. Вот эти вот все такие умозрительные определения, которые мы пытаемся дать им, с ними не все так просто. И вот уже на этом занятии сразу же я вас познакомлю с некоторыми такими фундаментальными трудностями, которые здесь возникают. Сначала мы договоримся об обозначениях, которые будут у нас в курсе. За основу всего нашего формального рассуждения о множествах я буду брать язык математической логики, который, предполагаю, что он вам знаком. Я вам напомню. Значит, во-первых, во всяком формальном языке есть понятие терма и есть понятие соотношения. Например, если мы запишем, что 2 плюс 2 равняется 4, то все выражение является соотношением или формулой, если угодно. А термы это вот у нас вот термы, вот термы, вот термы. И вот 2 плюс 2 это тоже терм, да, терм, терм, терм. То есть то, о чем мы говорим, объект нашего разговора, это терм в формуле, значит, а некое логическое утверждение, которое может быть либо истинным, либо ложным, это соотношение. 2 плюс 2 равно 5, это тоже соотношение, оно ложное. 2 плюс 2, 4, это соотношение, оно истинное. 2, 4, это все термы. Здесь все понятно. В языке математической логики первого порядка термами в первого порядка являются только лишь переменные. А, Б, С, малые буквы латинского алфавита. Мы будем обозначать их. Так как мы с вами говорим только о множествах, то каждая малая буква латинского алфавита будет у нас обозначать множество. И только оно. Нас интересует только множество сейчас в нашей системе. Поэтому множество, в общем, запомнили множество, мы обозначаем малыми буквами латинского алфавита. Соотношение мы будем обозначать большими буквами латинского алфавита. А, Б, С и так далее. То есть формула соотношения, я буду говорить высказывание, неважно. В общем, если мне нужно обозначить некую такую штуку на формальном выражении, на формальном языке, который либо истинно, либо ложно, и там с ним какие-то действия произвести, я буду пользоваться большими буквами латинского алфавита. Уяснили, запомнили. У нас очень мало будет исключений, они будут все оговариваться. Этому правилу мы будем придерживаться всегда. Формальный язык мат-логики. Он вам известен. Я напомню, что, если это у нас термы, пока что термы это только вот малые буквы, потом у нас появятся другие термы. Значит, что является соотношением? Во-первых, соотношением, если А и Б терм, соотношением является вот такая вот штука, где принадлежит это символ пиано. Читается, А принадлежит Б. Это такое атомарное соотношение в нашей формальной системе. Дальше. Если А и Б соотношение, то тогда соотношение не А, А и Б, А или Б, из А следует Б, А эквивалентно Б. Вот это все соотношение. Если А и Б, А большое и Б большое, это корректные, синтаксически корректные соотношения. Третье. Значит, если А является соотношением, то тогда в Ах термом для любого ХА существует ХА. Это тоже соотношение. Все. Других термов и соотношений в нашем языке первого порядка не существует. Все они описываются вот таким вот видом, таким вот рекурсивным образом. То есть любую формулу, сколь угодно длинную, мы можем разобрать вплоть до вот таких вот составляющих. Это понятно. Теперь, да, предполагается, что с формальным логическим выводом вы знакомы, эквивалентно преобразовывать логические формулы вы умеете или более-менее умеете. То есть если какие-то, ну, придется вспоминать что-то по ходу, но, в общем, это знание предполагается. Если там совсем плохо, рекомендую заглянуть в первую главу своей книжки. Но вообще в этой книжке она цена не сама по себе. Там внизу есть на последней странице список литературы. Вот там есть список гораздо более интересных и качественно сделанных книжек, к которым тоже можно обратиться, чтобы освежить ту или иную концепцию. Да, 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 да. Правила Бернайса, вот этот вывод там, сведение к противоречию и так далее. Вот эти вот все вещи. Ну, первый курс, да, если угодно. Законы Де Моргана, как мы превращаем квантер в существование квантера в всеобщности, пронося знак не. Первый курс. Ну, в принципе, это уже где-то у вас на подкорке должно быть. Поэтому... Так. С этим определились. Это, значит, наша декларация о том, какими обозначениями мы пользуемся и как мы дальше будем развивать. Естественно, у нас появится куча других значков, но каждый из них мы будем определять на основании вот этих вот. Итак, у нас мы уже понимаем, что множество, всякое множество состоит из элементов. И вот в этом вот состоит из уже, как говорится, первый подвох. Он легкий, но тем не менее на эти грабли периодически люди наступают. быть элементом и быть частью. Кажется, что это одно и то же, на самом деле это разные вещи. И для этого существует обозначение специальное, значит, скажем, А является частью B или подможеством B. Если для любого Т, Т принадлежит А, следовательно, Т принадлежит B. Знакомая вещь. Да, я вот такой вот значок буду использовать как вместо слов «есть по определению». Вот, то есть, если любой элемент, принадлежащий А, принадлежит и B, значит, А является подмножеством B. Вот это и вот это разное. Возможны все четыре варианта. Множество может быть элементом и не быть частью, может быть частью и не быть элементом, и частью элементом, и не элементом, и не частью. Это совершенно разные независимые вещи. Я сразу же говорю, вот как бы про эту яму, да, ее вам огораживаю яркой лентой полицейской, чтобы вы не наступили, потому что, ну, там, при решении задач или при ответе на экзаменационный вопрос, нет-нет, да и возникнет студент, который начнет путаться в какой-то момент. Они еще одинаковые, почти эти значки. Вот. Тем не менее, это разные вещи. Дальше. Мы, используя вот этот символ пиано, можем определить еще вот какое соотношение. Все-таки поищу пожирнее фломастер. Кажется, такового тут нет. Мы можем еще записать вот что. А равняется B по определению. Если для любого T, T принадлежит A, тогда и только тогда, когда T принадлежит B. То есть, мы говорим, что множество равны, мы хотим определить как равными, через следующее условие, что они состоят из одних и тех же элементов. Элемент входит в A тогда и только тогда, когда элемент входит в B. Это определение равенства множеств. Оно эквивалентно, оно эквивалентно, ну, исходя вот из этого, вот таком вот. A есть подножество B и B есть подножество A. Какими свойствами элементарными обладает соотношение быть подножеством и соотношение эквивалентности, равенства? Значит, во-первых, она обладает свойством рефлексивности. Рефлексивность A является подножеством A, A всегда равняется A. Второе. Транзитивность. Транзитивность A подножество B и B подножество C, следовательно, A подножество C. A равно B и B равно C, следовательно, A равно C. И третье свойство. Равенство обладает свойством симметричности. Симметричность. Запоминаем эти названия, они нам еще не раз встретятся. A равняется B, следовательно, B равняется A. Это свойство симметричности. А вот быть подножеством обладает свойством антисимметричности. Антисимметричность. Которая, собственно, повторяет определение равенства A подножество B и B подножество A. Это возможно только в том случае, когда A равняется B. Мы можем сказать, что вот это соотношение равенства у нас задает эквивалентность на множествах, а вот это соотношение быть подножеством образует частичный порядок. Но это я забегаю вперед. Я только хочу сказать, что смотрите-ка, да, но все эти вещи, они доказываются, это не просто некие постулаты, это уже теоремы, но только очень примитивные. Они доказываются непосредственно из определений и из свойств логических операций, которые здесь есть. Ну, например, транзитивность вот этого соотношения, она следует из транзитивности импликации. Смотрите-ка, мы еще даже в суть вот этого значка никак не углубились. Мы даже не наложили никаких ограничений на то, что вообще мы можем считать вот этим вот значком. Никакой аксиомы еще не дали. Ничего, просто сказали, вот этот вот значок, вот есть два определения. И уже дав эти два определения, мы рассуждаем о некоторых свойствах, в общем-то даже нетривиальных свойствах равенства и быть подножеством. И даже можем решить простую задачку. Значит, пусть имеется вот такое замкнутое выражение. x1, x2, xn. И все это x1. Значит, доказать, что x1 равняется x2, равняется xm. Как можно доказать для произвольного n вот это вот утверждение? Каким методом? Индукцией. Правильно, элементарно доказывается индукцией. Значит, нам для случая из двух это просто следует из определения. Дальше, если это у нас следует для случая из n, мы пользуемся транзитивностью, свойством транзитивности быть подножеством и свойством транзитивности равенства. Это транзитивность соотношения быть подножеством, транзитивность равенства нам обеспечит шаг индукции. Таким образом, мы доказали это для произвольного n. Отлично, мы вспомнили индукцию, мы ей будем пользоваться. Значит, следующий вопрос. Из определения знака равно, как мы его дали, следует ли логическая неразличимость равных множеств? То есть, я сейчас объясню. Мы хотим с вами сказать, что если множество состоят из одних и тех же элементов, например, ну, a, b, c. Вот одно множество. И вот другое множество. Оно состоит из a, b и c. Вот второе множество. Они различимы или нет? По свойствам-то надо смотреть по свойствам. Нет, элементы равны. А это а, тождественное равен этому, а, b тождественное равен этому, b, c, тождественное неразличимы. Ну вот нет, их как раз не нумеровать. Они не должны быть различимы. Они не должны быть логически неразличимы. Но вообще, значит, что значит они логически неразличимы? Это значит, что, смотрите, какова бы ни была формула А, из x равно y должно следовать следующее. a от x, следовательно, a от y. Где a это произвольная формула. Мы это можем сейчас доказать? Нет, пока не можем. Значит, почему не можем? Смотрите, я просто хочу вас подвести к тому, чтобы аксиому, которую я дам, она как бы родилась у вас естественным образом. Вот у нас два множества. Они состоят из одинаковых элементов. Порядок элементов в множестве не играет роли. Мы это понимаем. Играет роль... вообще ничего не играет роль. Играет роль в множестве только то, из чего он состоит. Но когда мы говорим различимы и неразличимы, можно пошутить и сказать, ну, конечно, различимы. Это же квадратное, а это круглое множество. Вот словно говоря, это множество входит в множество квадратных элементов, множество квадратных является. А это множество является элементом множества круглых. То есть, как бы, да, не только элементы, которые входят в него, ну, если мы это изображаем на доске, да, но и различием является еще и контейнер, куда мы их положили, коробка. Так вот, в теории множества нас эти коробки не интересуют, их просто нет. Есть только набор элементов. Следовательно, мы подходим к утверждению, которое называется аксиомой экстенсиональности. Аксиома экстенсиональности записывается следующим образом. Так, все маркеры за лето высохли. Надо обновлять их, парк. Значит, для любого... А, 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 а. Из того, что х равняется у, следует, что для любого z x принадлежит z, следовательно, y принадлежит z. Это у нас аксиома экстенсиональности, которая и, собственно, и утверждает, это есть другая формулировка фразы, что множество состоящих из одинаковых элементов неразличимы. Обратите внимание, чем аксиом экстенсиональности у нас отличается, по сути, от определения равенства. Здесь в определении равенства фигурирует z принадлежит x, там, тогда и только тогда, когда z принадлежит y, если угодно, да? Вот. Ну, там, подножество, да? z принадлежит x, следовательно, z принадлежит y. А аксиомы экстенсиональности мы меняем местами. Если x равен y, то есть состоит... Что значит x равен y в наших... Это значит, что x и y состоят из одинакового количества... Не, не, количества, вообще из одинакового набора элементов. Содержит одинаковый набор элементов. Это был большой буквы, это дописано. Где? x и y. Нет, x и y это термы. Я же говорю, множество. Мы маленькими буквами обозначаем множество, а большими буквами соотношение. Вот. Значит, если x и y, да, у нас одинаковые в плане содержания элементов, то тогда x входит в какое-то множество, и если x входит в какое-то множество, то y обязан входит в какое-то множество. Вопрос. Ну, даже не вопрос. В общем-то, теорема. Теорема 1. x равняется y, следовательно, а от x равняется а от y, какова бы ни была формула А. У нас есть определение, у нас есть аксиомы, и, значит, мы можем доказать первую теорему. Вопрос. Как это доказывать? По индукции. Правильно. Значит, совершенно правильный ответ. Но тут индукция у нас будет непростая, а индукция по построению, по формуле. Да. Вот. Причем, вот я в самом начале дал вот это вот определение, индуктивная формула, нам не обязательно доказывать все веточки. Нам достаточно доказать для одного из квантеров, для отрицания и для конъюнкции. Помните почему? Потому что... Это все вводится. Да, потому что одно вводится. Да, 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 да. Все? Замечательно. Все помните. Поэтому доказательства базы индукции это атомарные формулы. Они у нас и могут иметь вид только двух видов. Х принадлежит Z и Z принадлежит X. Значит, в первом случае мы что получаем? Вместо вот этой вот теоремы мы получаем X равно Y, следовательно, X принадлежит Z, следовательно, Y принадлежит Z. А из второй мы получаем X равняется Y, следовательно, Z принадлежит X, следовательно, Z принадлежит Y. Мы видим, что для этого это определение, это следует из определения равенства, А это следует из аксиома экстенсиональности. То есть вот где она нам нужна. Вот в половинке доказательства базы индукции. А дальше мы доказываем шаг индукции. Значит, второе. Если у нас формула имеет вид не от x. Да что ж такое? Непруха у нас с фломастерами. Если формула у нас имеет вид не а от x. Не а от x. Следовательно, не а от y. Это у нас эквивалентно. Значит, из а от y следует а от x. Это закон контрапозиции. То есть мы можем перевернуть. Значит, с другой стороны мы можем воспользоваться предположением индукции. Для а считаем уже доказанной. Мы доказываем для не а. Не а более сложная формула. Мы можем воспользоваться предположением индукции. И воспользоваться симметричностью равенства. И сказать, что y... Возможно, сейчас придется сделать перерыв. И сбегать в этом. y равняется x. Следовательно, из а от y следует а от x. Так, с этим шагом уже понятно, я думаю, да? Если мы взяли не, то вот это выражение, оно эквивалентно вот этому закон контрапозиции. Не а следует не b. Это эквивалентно тому, что из b следует а. Это просто эквивалентность такая. Значит, следовательно, опять же, мы можем взять предположение индукции. Потому что а, для а мы считаем ее доказанным. Поменять здесь местами и поменять здесь местами, ну, наверное, вот так вот. Поменять можно из-за симметричности. Да, из-за симметричности. Из-за симметричности. Значит, а нет, здесь вот в одну сторону же, да? Мы можем поменять из-за симметричности равенства. И вот, пожалуйста, у нас... Так в теории какая формулировка там? А от x следует а от y. Я бы написал здесь равно. Вот этот закон контрпозиции, он во всемах вывода. Закон контрпозиции, он... В всемах вывода, да. Он выводится из правил вывода, да. Это просто при помощи правил вывода логического можно... 15 штук, наверное, все. Да, 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 да. Нет, контрпозиции там, по-моему, нет. Я их тоже все не помню, честно скажу. Значит, мы можем всегда просто проверить там таблицу составить истинности и так далее. Вот здесь. Да, вот. Значит, третий случай. Там, наверное, тоже стрелочек проще, да? y равно x, следователь на... Да. Правильно. Значит, а от x и b от x. Значит, мы считаем по предположению индукции, что из x следует y, а от x следует а от y. Значит, из x равняется y, следует b от x, следует b от y. и, соответственно, мы можем из вот этих, из этой посылки вывести конъюнкцию утверждений. а от x следует а от y, и b от x следует b от y. Из этого следует то, что нам нужно. Опять же, это следует просто из свойств, ну, там, таблицы истинности или выводов. Значит, просто перри... как бы, возможные варианты перебрать. Если это мы получаем, что а от x... черт возьми. и b от x следует а от y и b от y. а от x и b от x, да, конечно. То есть мы взяли формулу вида конъюнкции от двух формул. Значит, теперь возьмем формулу... Так, я сверху сотру. Теперь мы возьмем формулу такого вида. для любого z а от zx. То есть формулу вида квантера. И опять же, мы считаем предположение индукции вот такое вот. И тут мы еще должны вспомнить вот какую полезную штуку. Вы ее наверняка с первого курса помните, там изучали. Значит, а следует b следует c. Вот так вот. Это эквивалентно а и b следует c. Вот. Значит, поэтому мы можем взять и переписать предположение индукции в таком виде. x равняется y и а от x следовательно а от y. С другой стороны, значит, если мы возьмем x равняется y. Формулу вот такого вида и для любого z а следовательно x равняется y и а от x из этого следует что а от y. Значит, как я получил вот эту вот импликацию? Значит, это у нас правило вывода для квантера всеобщности. Если из для любого t а от t следует а от c. Помните? То есть мы можем взять и если у нас имеется вот такое вот утверждение, то мы можем взять и квантер снять, а вместо переменной t подставить любой терм c. понятно. Есть такое у нас аксиома. Схема аксиома, вернее, вывода. Понятно, да? Очень плохо видно, я прошу прощения, но ничего с этим поделать сейчас пока не могу. Чего, очень быстро? Я сейчас поясняю вторую строчку, что в ней написано. Значит, я поясняю, как я получил вот этот переход. Почему из x в y следует x, y и что-то понятно. Если мы берем конъюнкцию от чего-то, то в импликации мы вполне можем ее слева. теперь, здесь мы взяли для любого z а. Почему? Да, здесь написано для любого z, ну, черт возьми, такая вот штука. Здесь, конечно, написано для любого z а. Вот, значит, и дальше что мы взяли? Мы просто подставили вместо z, мы подставили x. вот, то есть а оно может зависеть от z, оно может зависеть от x, неважно, мы можем вместо все вхождения z заменить на вхождение x в эту формулу. Вот, значит, но как мы получили вторую импликацию? Вторую импликацию мы получили вот отсюда, а это мы получили из предположения индукции, потому что вот это вот, все понятно. Вот, значит, и соответственно, соответственно, мы видим, что левая часть z свободно не содержит, значит, мы можем воспользоваться правилами Бернайса и написать x равняется y и a от x следовательно для любого z a от y почему? Да потому что мы исключили z отсюда. Правила Бернайса, если помните. Напомнили, да. Да, я напомню правила Бернайса сейчас где-нибудь. Если у нас из a следует b, значит, то из a следует для любого x b, если x не содержится свободно в a, это тоже, если у нас имеется импликация, в b возможно содержится x как свободная переменная, а в a у нас не содержится x в качестве свободной переменной. Значит, мы вот такую в видо импликацию можем заменить на такую в видо импликацию. потому что в a ее нет. Да, если бы в a был x, то тогда мы не можем применить. Вот, соответственно, здесь мы берем и применяем значит, и применяем вот это вот правило Бернайса сюда. Вот, есть симметричное ему, если a b, то существует x, а следует b, но оно симметричное. это если x не содержится в b, да, но возможно содержится в a, то тогда мы можем построить вот такую вот, эту импликацию заменить вот такой вот. То есть, если он не обязательно должен содержаться в a, главное, чтобы его не было в b. Понимаете, если x не содержится в a, ну, если x вообще, мы можем любой квантор навесить, правильно, он не свяжет здесь никакую переменную. Вот, то есть, главное, чтобы x не содержался свободно в b. Если x свободно в b не содержится, все, мы можем вот так написать. Что там a, нас него... Это, да, комплементарное утверждение, да. А здесь, если... Итак, значит, что мы получили? x равно y и a от x следовательно для любого z. От y следовательно a. Мы вот отсюда ведем. Я, продон, вот здесь вот я воткну до любого z. Потому что мы можем взять уже от этой и здесь заметить, вот в этой части левой импликации, что z не содержится свободно. Поэтому можно написать вот так вот. Сюда воткните просто до любого z, а от x. Потому что это идет отсюда, а это идет отсюда. Просто мы навесили сюда квантер. И отсюда мы уже переходим к тому, что требовалось доказать. x равняется y следовательно для любого z от x это для любого z от y. И вот мы доказали еще шаг индукции для квантера всеобщности. Теорема доказана. Что лихо, дальше будет только сложнее. Значит, структура доказательства. Нам нужно доказать вот эту вот, где а это произвольная формула. Значит, у нас имеется, сейчас у нас имеется мало чего. Вот когда у нас появится там много чего, тогда вообще будет непонятно, как теоремы доказывать. Сейчас у нас имеется там код наплакал. У нас имеется определение равенства и у нас имеется аксиом экстенсиональности. Собственно, от них мы и пляшем. Значит, да, есть, естественно, логические, которые вы не помните, но которые, значит, считаем, что они есть и при помощи них-то мы и работаем. Дальше. Чтобы доказать вот это для произвольной формулы, нам надо это доказать рекурсивно, как бы для всего из... рекурсии по построению формулы. То есть мы можем сказать, предъявите мне любую формулу, да, я ее разобью на под формулы и, как бы, это доказательство... Я же не могу как бы все формулы перечислить, да, но мы можем предъявить некий такой метод и алгоритм, если угодно, что для любой формулы, да, мы можем это доказательство построить. Для замы этой системы, а из нее выводится все остальное. Да. Дальше мы упрощаем себе работу. Мы говорим, что мы могли бы тут еще и для существования доказывать, и для эквивалентности, и так далее. Но мы себе упрощаем работу. Мы говорим, что вообще нам достаточно доказать только для отрицания конъюнкции и квантера всеобщности, потому что любую формулу мы можем привести к суперпозиции, свести к суперпозиции этих трех. Вот этим мы просто упростили себе доказательство. Мы можем пойти дальше, если у нас было бы полно времени, начать доказывать для дизъюнкций. Вот, понятно. Дальше мы берем базис. Базис самая минимальная формула, самое минимальное соотношение, которое может быть, это соотношение вида А принадлежит Б. Дальше. Формула-то у нас от А от Х содержит одну переменную как бы как... Она содержит одну переменную как параметр. И этот параметр в атомарной формуле он может стоять либо слева от знака пиано, либо справа от знака пиано. Вот именно как параметр. Другая будет просто свободной переменной. Соответственно, мы там и сделали базис. Написали Х принадлежит З, следовательно, Y принадлежит Z, Z принадлежит Y и так далее. В разную сторону нам нужна эта аксиома? Да, 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 да. В одну... Как бы их там две... По аксиому экстенциональности, да. То есть, одна часть базисного утверждения заказывается по определению, а другая именно по аксиом экстенциональности. Я сейчас на этом очень много времени целые первые занятия уделяю, потому что это фундаментальная вещь. То есть, это надо понимать. Значит, вот она, где играет аксиома экстенциональности. То есть, почему аксиома экстенциональности такая? Из аксиома экстенциональности требует вот это очень сильное утверждение. Так. Сначала отрицание доказали, потом для конъюнкции доказали, потом для всеобщности доказали и получили. Вот. Еще мы тут подбираемся к интересным вещам. значит, лемма лемма 1. Если существует y для любого z, z принадлежит y тогда и только тогда, когда a от z, то существует единственный y для любого z, z принадлежит y тогда и только тогда, когда a от z. Значит, это лемма, да, которую мы сейчас докажем. Просто какая-то лемма, да. Для любого y существует, существует y для любого z, z принадлежит y, тогда и только тогда, когда от z. если это выполняется, тогда существует единственный y для любого z, z принадлежит y тогда и только тогда, когда a от z. Что это такое по существу? Это очень простое утверждение. смотрите, мы берем и говорим, что существует множество состоящее из элементов z таких, что z входит в это множество тогда и только тогда, когда a от z. Если угодно, формула a от z это характеристическая функция. Она, да, либо true, либо false. Если она true, то входит, если false, то не входит. Вот. Единственность доказать очень просто. Если мы предположим от противного, значит, если мы предположим, что есть y не равные y штриху, разные, то без потери общности мы можем предположить, что есть такой x0, который входит в y, x0 не входит в y штрих, если они не равны, то тогда мы можем предъявить элемент, который входит в y и не входит в y штрих. Или наоборот, входит в y штрих, но не входит в y. Мы говорим без потери общности. Вот. И при этом оказывается, что одновременно а от x0 и не а x0. Да, если существует, то он единственный. Да. Да, вот и все. Собственно говоря. Вот. Предположим, что они не единственные. Тогда найдется какой-то элемент, в котором они разные. Одному он принадлежит, другому не принадлежит. Но при этом выполняется вот это вот условие. Вот. И соответственно, для этого элемента одновременно в последней строчке написано а от x0 и не от x0. И не от x0. Я возьму сейчас перманентный маркер, исчеркаю эту доску и пусть они делают, что хотят с этой доской. Значит, понятно, да? То есть, если бы такие два существовало, разные, то существовал бы элемент, в которых они разные. И для этого элемента одновременно существовало бы это и это. Это ложь, следовательно, исходная посылка у нас тоже ложь. Если такой существует, то он... Единственность. Да, это мы доказали единственность. Если существует, то единственная. Теперь вопрос. Давайте попристальнее вглянемся вот в это утверждение. утверждение для любого... Существует у для любого z. z принадлежит у тогда и только тогда, когда а от z. Вот звездочка его пометим, если угодно. Всегда ли это утверждение истинно? То есть, для любой ли формулы а от z, которая может быть либо истинно, либо ложно, можно предъявить такое множество, что оно будет состоять из элементов, всех элементов, таких, на которых от z истина. Да, можно. Значит, еще другие варианты ответа? Другие нет, нельзя. Другие нет, нельзя. И сейчас уже не разрешено. Вот, но тут непроразрешимо. Здесь все проще гораздо. Это же теория множеств. Значит, действительно, есть контрпример. Парадокс Рассела. Помните? Значит, множество, множество, множество таких множеств, которые не содержат себя в качестве элемента. То есть, подставим вместо a от z, z не принадлежит z. Да? И запишем. Там существует r, r Рассел. Да? Для любого x, x принадлежит r тогда и только тогда, когда x не принадлежит x, значит, мы можем просто логическую цепочку проделать и получить противоречие. Сейчас я поясню, что мы доказываем. Мы предъявили такую формулу a, что звездочка ложна. То есть, вот это утверждение, оно тождественно ложна. Почему? Значит, ну мы можем просто взять и вот так вот сделать. Существует r для любого x, не x принадлежит r тогда и только тогда, когда x принадлежит x. Из этого следует для любого x существует r, мы можем переставить квантеры, не x принадлежит r тогда и только тогда, когда x принадлежит x. И дальше мы пользуемся вот этой вот схемой аксиом значит говорить существует r не r принадлежит r тогда и только тогда когда r принадлежит r это ложь но из этого следует ложь это никогда невозможно значит то что я здесь сделал вот этот шаг это просто но я могу место эквивалентности написать импликацию значит это импликация просто я знак не вынес за скобки через эквивалентность 1 потом следующий момент существует для любого мы можем сделать так как импликация для любого существует да этот квантер мы можем наружу вынести обратно не можем а этот может вынесли ok вынесли наружу чем мы дальше можем пользоваться вот этим вот сам до любого x от x следовательно от c то есть вместо икса подставить любую другую букву и мы подставляем место икса r получаем существует r не r принадлежит r тогда и только тогда когда r принадлежит r но это очевидно false то есть вот эта формула вот эта формула это false это тождественно ложное высказывание то есть говорить о том что вот это всегда тождественно истина уже нельзя потому что мы предъявили хотя бы одну формулу на которой она тождественно ложная теперь звездочка потому что мы ее просто рассматриваем как мы же не все что записали на доске рассматриваем как истину вот значит эта звездочка эта формула она может быть как истина так и ложна в зависимости от того какое а здесь сразу же понимаем то есть а может и сразу же тогда забегу вперед вот есть терминологии бурбаки мне она очень нравится я и пользуюсь коллективизирующие не коллективизирующие если истина вот для некоего а вот это выражение истина тогда а называется коллективизирующим соотношением а если не если ложно тогда не коллективизирующим соотношением значит что я сейчас продемонстрировал я сейчас продемонстрировал так называем парадокс рассола здесь но который неформально можно так поставить рассмотрим множество всех множеств не содержащих себя в качестве элемента вопрос должно ли содержать себя в качестве элемента это множество да и как бы мы не ответили на этот вопрос мы получаем противоречие либо с определением но ну да с определением этого множества либо там всех либо не все получается либо все не содержащие себя в качестве либо с одной либо с другой частью определений дайте я отвечу на вопрос да значит что значит как бы вот наше наивное предположение что звездочка всегда истина значит что такое а большое а большой это любая формула нам достаточно предъявить единственную формулу чтобы показать что на этой формуле она ложна и значит уже грим не на любой формуле есть такие формулы на которых она ложна и вот вам пожалуйста вот эта формула z не принадлежит z она ложна это верно но не всегда это бывает верно бывает неверно вот то есть я хочу просто сейчас на этом смотрите у нас сколько у нас времени сейчас у нас есть еще полчаса вот давайте без перерыв 20 минут просто пораньше закончим значит то что я сейчас хочу сказать на самом деле я должен ну изложить то на что у выдающихся умов начала 20 века там ушло несколько лет на это понимание вот и здесь интересно в в аспекте истории математики кантор георг кантор как вы знаете наверно он в конце 19 века придумал теорию множество вообще само понятие множество и начал его развивать вот это направление и но это еще не было аксиоматической теории множеств то есть тогда был вот этот понятие элемент принадлежит совокупность такие вот все вещи и аксиом то но собственно говоря не было очок все мы без аксиом можем много чего как бы очевидно вот и вдруг оказывается что его ученик бурали форте изучая порядковые типы вполне упорядоченных множеств вдруг обнаруживают что не существует множество всех порядковых чисел вполне упорядоченных множеств мы парадокс бурали форте будем с вами рассматривать мы доберемся до него ближе к концу и это как бы смотрите порядковые типы есть а множество всех порядковых типов нет и в начале показалось что это странность как-то обходится потому что все-таки это достаточно такие глубокие глубокие уже темы были может что-то где-то напутали что-то как-то можно исправить кантор дальше стал думать на эту тему и результатом его раздумий явилось то что называется сейчас парадоксом кантора не существует множество всех множеств всех множеств не существует то есть если мы предположим что существует но что всех множеств мы получаем там парадокс мы парадокс кантора тоже изучим и разберем чуть попозже но ближе к началу вот и вот 1897 год сейчас я чтобы понятно был таймлайн 1897 это парадокс бурали форте значит 1899 это парадокс кантора и 1901 это парадокс рассела раз стал 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 с этим вопросом разбираться и думать как же так и он еще более простой вариант еще более простой вариант формулы вот это если угодно предъявил да что множество не содержащие себя в качестве элементов мы можем такие множества помыслить да сколько угодно да есть на свете множеств не содержащих самих себя в качестве элемента даже более того когда мы будем заниматься аксиоматической теории Цермела Фрэнкеля, только такие множества мы и будем рассматривать. Вот. Множество такие есть, а множество всех таких множеств нет. Как так? Это 1901 год. И смотрите, как интересно получается. Вот парадокс Рассела мы способны сейчас уже увидеть, осознать. Он очень прост. Парадокс Кантера нам нужна быть теоремой Кантера чуть позже, а парадокс Бурали и Форти, чтобы рассмотреть. Это ближе к концу семестра, когда мы начнем порядка выйти, поизучать. Вот. Но тем не менее, вот эти три как будто бы и похоронили теорию множеств. По крайней мере в том виде, в котором Кантер считал. Но кто интересуется историей математики, там достаточно драматическая история. Кантер заболел в начале века, и многие связывают именно с таким крахом, как будто бы его теорией и перестал заниматься математикой. Но тем не менее, как-то эту ситуацию надо было вытаскивать. И, в общем-то, ее достаточно скоро вытащили. Таким образом родилась аксиоматическая теория множеств. И вот основная вещь, которую надо понять, вот уже сейчас надо понять, множество не так-то просто. Просто что надо просто уяснить? Что мы понимаем под множеством? Если мы говорим про произвольную совокупность, как в самом начале мы там говорили, это вот так называемый наивный подход, или там есть такой термин наивная теория множеств. А множество это совокупность элементов, с этим все понятно, давайте двигаться дальше. Окей, для большинства случаев это подходит. Но если мы хотим теорию множеств положить в основу математики, это не подходит. Потому что в этом случае нам придется предположить истинность звездочки для всех этих, а антенны так, иначе мы получаем противоречивую теорию, значит это, с точки зрения математики, это не годится никуда, вот эта вот ситуация. Значит нам надо просто уточнить, что такое множество. И вот тут вот мы видим, что не всякая эта совокупность является множеством. На самом деле А от Z есть коллективизирующие, есть вот эти вот одноместные предикаты, которые содержат в себе одну переменную. Они двух сортов бывают. Бывают те, которые образуют множество, и мы их увидим, они есть. Есть те, которые не образуют множество. Коллективизирующие, не коллективизирующие. Если мы огульно воспринимаем звездочку как схему аксиом, ну понятно, мы терпим крах. Мы это уже увидели. Три примера перед нами. Значит нам надо сделать что-то, чтобы ограничить свой выбор возможных формул А, возможных формул А, чтобы они задавали только множество. Что значит, чтобы они задавали только множество? Чтобы это не вело нас к парадоксам. Вы хотите ограничить, чтобы получилась четкая теория? Да. Ограничить конкретный пункт? Да, конкретный вид формул А. Да. Мы хотим ограничить конкретный вид формул А. Вот это и будет аксиоматизация теории множества. То есть мы будем говорить, окей, это истина не для всех А. Но давайте распишем вид формул А 1, 2, 3, 4, 5, 6, только таких. Значит, и при этом объявим эти 1, 2, 3, 4, 5, 6 аксиомами, если угодно, и будем утверждать, что при этом мы не будем получать противоречия. Противоречия не полна, так что мы потеряли. Да, 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 да. В этом сайте... Это нельзя общую построить. Нельзя построить, да. Именно так. Именно так. Почему она не полна? Потому что из нее следует... Что вы были, конечно... Из нее следует арифметика формальная, строится на ней. Всякая теория, которая содержит формальную арифметику, там работает теорема Гёделя, и там у нас получаются истинные утверждения, недоказуемые в этой теории. Вот. Значит, да, она не полна, если она не противоречива. О, отлично, спасибо. Это просто спасение. Вот. Значит, то есть, получается, что она не полна, если она не противоречива. Но тут есть еще один момент. А кто докажет, что она не противоречива? И это тоже нельзя доказать относительно теории Цермела Френкель. По крайней мере, своими силами это показать невозможно. Да. То есть в это можно только верить. И это такой вот уже на грани философии, что ли, вопрос. Сейчас, если почитать высказывания современных практикующих математиков на эту тему, они говорят, что нет никакого сомнения сейчас, основания в том, что аксиомы Цермела Френкеля приведут к противоречию. Хотя это нельзя доказать, но изучена она настолько основательно уже, такие там полученные следствия из нее, что, в общем-то, как-то сомневаться в ней не приходится. Но вопрос, именно доказательства непротиворечивости и полноты, он не может ставиться именно в силу ограничений, логических ограничений теорем Гюнделя. А можно спросить подвездочек? Да. А что насчет пустого? Вот. Значит... А это формула... А так, вот. Вот. Замечательно. Правильно мыслите. Значит, тут надо различать пустое множество и несуществующее множество. Множество Рассела не может быть пустым. Если... Смотрите, предпозьмем наше гипотетическое множество Рассела. Множество всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента. Представьте, что такое множество существует. Может ли оно быть пустым? Нет, не может, потому что я сколько угодно могу привести пример. Один, два, три. Множество, не содержащие само себя в качестве элемента. Да. И значит, оно должно и быть элементом множества Рассела, значит, Рассела, множество Рассела не может быть пустым. Это не значит, что у нас все... Что вот у нас множество Рассела, если бы оно существовало, оно бы описывалось под этой формулой. Но это значит, что у нас любое множество под эту форму, оно ложное. И это значит, что просто звездочка производит пустую множество. Это значит, звездочка, подождите, нет. Что значит, звездочка производит пустую множество? Какого? Где она производит пустую множество? Что звездочка это утверждение относительно А. Утверждение либо истинное, либо ложное. это неверное предположение потому что только что сказали в множество если возьмем пустое множество звездочка верна пожалуйста и мы и мы можем взять z не равны z подставить вместо а но послушайте сейчас мы говорим о ситуации не знаю x квадрате равно единица мы говорим про то что это всегда истинное нет где-то это ложное где-то это истинное утверждение для плюс единицы минус единицы она истинная а для других иксов она ложная это утверждение так вы говорите что значит у равно пустому множеству давайте да продумываем этот момент значит z принадлежит у тогда и только тогда когда z не принадлежит z значит возьмем в качестве z вот наша некая гипотетическое множество допустим даже пустое множество возьмем даже пустое множество пустое множество не принадлежит пустому множество потому что пустое множество ничего не принадлежит следовательно пустое множество принадлежит у а вы говорите что у пустое множество а это ложно нет подождите здесь истина здесь истина а вот здесь как раз ложно вот не принять не простое множество является под множеством любого множества вот они эти грабли вот они я говорил я говорил что путаются между быть элементом и быть под множеством это разные вещи пустое множество это под множество любого множества но не обязательно элемент вот значит таким образом множество рассола если бы она существовала она не может быть пустым поэтому это две разные вещи множество x пустое и множество x множества x не существует вот это вот тот тонкая такая грань которую мы сейчас должны четко четко осознать себе пустой множество пустой множество но существует она единственная более того она характеризуется чем это пустой множество тем что в нем нет элементов и в нашей теории который мы сейчас строить будем это получается такой единственный протоэлемент в котором нет элементов Вот тоже в это вдумайтесь. Мы сейчас говорили, что для нас множество равны, если они содержат одинаковый набор элементов. Больше нас ничего не волновало. Так вот, в нашей Вселенной теории множеств, если мы такое предполагаем, у нас единственной элементарной частицей, видом элементарной частицы, это пустое множество. У нас нет элементарной частицы А или элементарной частицы Б. Потому что если мы... Что значит частица элементарна? Ну так, фигурально выражаясь, она не содержит элементов других в себе. А если она не содержит в себе других, то это пустое множество, оно единственное. То есть это пустое множество, это вообще камень, который во главе угла стоит. Это как бы основание наше. И это единственный такой элемент, элементарный, которому ничего не принадлежит, но который может принадлежать, над которым мы можем построить... Это я забегаю вперед. Например, вот такое. Или, например, вот такое вот. И так далее. И все-все-все. Вот мы можем выстроить отсюда. А? Где? В смысле? Вот здесь вот? Должен ли здесь стоять квантер? Нет, здесь же не для любого А, мы просто подставляем произвольное А. Чтобы выполнялось для любого. Для любого А должно есть перед всей формулы. Да, я и говорю перед всей формулы. А тут вот вы путаете опять же, потому что А у нас большое, это формулы. А где? В самом начале перезвучить. Вы хотите написать для любого А вот так вот? Да, да, да. Нет, конечно, это было бы неграмотно написать. Потому что после квантера у нас может только маленькая буква стоять. А, это не элемент нашей предметной области. Это сама формула. Это схема как бы. Да. А мы не можем бежать по формулам. Мы можем бежать квантерами только по элементам. Вот. Значит, это уже вопрос к пониманию языка теории множеств. Да. То есть, это просто схема. Когда мы говорим А большое, мы просто предполагаем, что здесь нет токсически корректную формулу. Нет, мы просто обычно так пишут какие-то вот как функции. Ну да. Это любой функции, я так это понимаю. Я, значит, в самом начале сказал, когда мы будем писать А, Б, С, мы имеем в виду, большими буквами, мы имеем в виду соотношения, построенные по правилам языка, которые я выписал в самом начале. То есть, это либо А принадлежит Б, либо А и Б, либо не А и так далее. Либо для любого ХА, где Х это, значит, именно терм. Терм. Вот. Ничего другого нет. Вот. Соответственно, вот... Известный, ну, раз и вообще шутник такой известный, значит, он любил всякие делать иллюстрации. Парадокс Бродобрея, как бы он иллюстрировал это, там, полковому парикмахеру дали приказ, значит, брить всех, кто сам не бреется, и не брить того, кто сам бреется. Значит, за нарушение штраф. И парикмахер понял, что он не может выполнить этот приказ, потому что ему непонятно, брить ли ему самого себя. Придется заплатить штраф, да, действительно. Или там другие, там, в некоем государстве, значит, некий парламент принял закон, состоящий из двух пунктов. Первое. Мэр города не должен жить в своем городе. Второй пункт. Мэр города должен жить в столице. Значит, что делать мэру столицы, возникает вопрос. Да? То есть, это вообще очень такая поучительная иллюстрация, которая говорит о том, что внешне непротиворечие или внешне даже простое логическое высказывание может в себе состоять противоречие. Вот этот парадокс парикмахера, он очень хорошо это иллюстрирует. Брить каждого, кто сам не бреется, не брить того, кто сам бреется. Вроде бы все нормально, но здесь внутреннее противоречие. Выполнить эту норму нельзя. Можете себе представить, если мы возьмем реальный свод законов реального государства, что там творится. Он 100% противоречит, 100% в себе содержит логические противоречия, дырки и так далее, и так далее. Но законотворцы логикой не занимаются, это их не интересует, и это еще ухудшает вообще состояние. Вы тут все на кафедре прикладных концептуальных методов собрались для того, чтобы чуть-чуть улучшить эту ситуацию. Пусть вы будете инженерами, пусть вы будете законотворцами, нормотворцами в организациях, может быть, в маленьких организациях, может быть, в маленьких подразделениях. Но всегда помните про вот этот дурацкий приказ полковому парикмахеру. Не заставляйте бедного парикмахера платить штраф. А почему он не попросил побрить его на другом себе? Тогда бы он нарушил приказ брить того, кто сам не бреется. Если он попросил, побрей меня, значит, он попадает в категорию те, кто не бреется сам, правильно? Да. Значит, он обязан брить себя. Брит? Результат есть. Да, нет, но результат есть, конечно. Все побриты, да. Говорят, что какой-то математик спросил у парикмахера, значит, какого-то. И он сказал, не знаю я такого, какой-то бред, да, не знаю, не видел я такого парикмахера, который не брил бы себя сам. Значит, ну да, тут есть еще чисто прагматичный такой подход. Ну, безусловно. Так, что у нас дальше? А дальше-то у нас, собственно... Дальше у нас уже 20 минут, и я вас должен отпустить. Дальше у нас теория Цермела Френкеля. Давайте я быстренько просто вкратце скажу, как трейлер к следующему занятию. Значит, теория Цермела Френкеля, или аксиоматика, она была сделана в 1906 году, вот если продолжать вот эту вот линию, где-то к этому относятся появление вот этих вот аксиом, и они-то и определяют вот эти вот самые набор этих А от З. Вопрос первый, каверзный, который может возникнуть. Сколько аксиом в системе аксиом Цермела Френкеля? Сколько их? Правильный ответ? Бесконечно много. Потому что одно из высказываний, которое там содержит, содержит большую букву. То есть это не аксиом, а схема аксиом. Схема аксиом подстановки. Это некая замена вот этого вот на нечто более сложное. Но всего, значит, там можно в той... Разные есть интерпретации, разные есть компоновки их. Ту компоновку, которую дам вам я, она содержит 6 аксиом и схему аксиом подстановки. То есть 6 аксиом просто, одна схема аксиом подстановки. Одна из 6 аксиом – это аксиома выбора, про которую отдельный разговор у нас будет, который можно принимать, можно не принимать. Но всеми этими подробностями мы займемся на следующем занятии. Что мы не доказали? Мы доказали единственность, а про то, что она... Мы доказали единственность, что? Мы доказали единственность, если существует, то единствен. Да. Вот. О чем мы не доказали? А существование при любом А от З, мы сказали, что его нет. Что есть такие А, на котором она не существует. Да, вот это мы и разбирали Вот это мы и разбирали Вот эту вот штучку То есть есть какие-то Для которых вот это вот истина И полемми Если это истина То тогда мы здесь можем Восклицательный знак поставить Она не просто существует, а существует единственная Если уж она существует Но также мы рассмотрели ситуацию Что для каких-то она может не существовать и все что мы существовали да все как это лема не выполняется лема выполняется как импликация если здесь true то здесь true а если здесь false то здесь может быть true false любая фигня вот это всего лишь не моя всего лишь импликации вот так ну ладно тогда спасибо за внимание до следующего раза